ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И знаменитого тренера Василия Вольфа. Неоднократный чемпион мира, Европы и России. Лучший боксер Европы 2002 года. Выступал в полутяжелом весе. Обладая высоким ростом, уверенно вел бой на дальней дистанции, используя жесткий встречный удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз приветствую тебя, Евгений. И хочется сказать, пояснить для наших телезрителей. Ты восьмикратный чемпион России, насколько я знаю. И это исключительный показатель. Больше тебя только Сергей Семенович Щербаков был чемпионом страны 10 раз. Ты опередил таким образом таких знаменитых бойцов, как Рыбаков и Огуренков, а также Грейнер. Таким образом, ты второй по числу внутри российских титулов. Поздравляю тебя с этим достижением. Знал ли ты об этом? Спасибо. Нет, не знал. Ну вот, вопрос хочу я тебе такой задать. Завершились Олимпийские игры в Сидне. Уходит твой основной, вечный, я бы сказал, соперник, с которым ты где-то около 3-4 лет выяснял отношения в полутяжелом весе, Александр Борисович Лебзяк. И ты сразу уже знал заранее, что ты наконец-то первый номер сборной, и теперь в следующем цикле ставка делается на тебя. На самом деле, с Александром Борисовичем мы с 97-го года выступаем в одном вести, хотя до 96-го года мы выступали за сборную в разных категориях. Ну, так случилось, что Александр Борисович перешел в мою весовую категорию, и закрепился там очень хорошо, да, и показывал отличный бокс, я рад за него, действительно, это олимпийский чемпион, капитан команды. Жень, напомню, извини, что я тебя перебил, что Лебзяк, перейдя в полутяжелый вес, не проиграл там ни одного боя, как он нам говорил, во всяком случае. Ну, оно так и есть. Статистика же у вас есть, потому что, как он всегда шутит, перешел в 87-е, тут, говорит, мне поперло. И на самом деле, то, что он все основные титулы завоевал именно в этой весовой категории. И, знаете, после, я потому что знал, что, как бы, потому что самые такие серьезные бои на чемпионатах России, в финале мы встречались два раза с ним, были, конечно, с Александром Лебзяком. И я понимаю, что есть с кем сравнить свои силы, потому что мы ездили также в 2000 году в Сиднее на Олимпийские игры, на шесть человек ездило, поддерживать им ребят, помогать готовиться им, помогать готовиться к Олимпийскому, потому что перерывы между боями большие были, доходили до пяти дней. И мы также отрабатывали удары в парах где-то. То есть половинка золотой медали, Александр Борисович, это твоя, да? Ну, если так можно... Мы старались, конечно, мы работали на команду, мы поддерживали ребят. И после этого я понимал, я посмотрел там всех соперников, которые... В сетке были. Потенциальных соперников, с которыми боксировал и Александр Борисович, потому что один из них это был француз Джон Дави, в полуфинальной бою хотя бы... Сейчас тренер сборной Франции, кстати, да. Мы встречаемся, общаемся, дружим. Он приезжал на Кубок Тинственных стран, на Тимасийск. Вот. И я понимал, что как бы где-то здесь уже свои силы примерно где-то рассчитывал. И, кстати, вот с Джоном Дави я в полуфинале на чемпионате мира в 2001 году встречался. Ну, да, Александр Борисович завершил свою карьеру. И вот, так, ребята мне в 2001 году избрали также капитаном команды Семенева Александра Борисовича на посту капитана. И дальше, ну, дальше вот все развивалось, события, вы знаете. Лебзяк шутил всегда, говорит, у меня после Макаринга всегда так голова болела после боев. Но я, скорее всего, понимаю, что это шутка. Но чем ваши поединки отличались мыслью, стилистической разницей или именно принципиальным, да, моментом, когда два мужчины выходят в ринг и вот начинается... Главные претенденты на одно место. Да, потому что Александр Борисович боксер классических линий, универсальный боксер. Ты тоже со своим стилем, передняя рука длинная, да, так все четко, очень непонятно. И все-таки вот была эта искра между вами во время боев, на которые судьи смотрели, говорили, вот кто сегодня там перебьет, тот и получит золото. Ну вот я просто спрашиваю. Искра была, бои эти есть, в интернете есть даже. Но всегда, знаете почему? Потому что за рингом мы были, мы друзья просто были. Мы, несмотря ни на что, хотя говорят, в одном весе, мало где такие. Потому что мы дружили, мы дружили с семьей всегда, потому что отдыхающие сборы всегда приезжали. Мы всегда общались. Ну когда мы выходили в ринг, то это все было позади. Ну уже профессионалы, конечно. И в бою, как бы тут уже, как говорится, не оставалось. То есть каждый показывал то, что может, каждый хотел победить. Обижали тебя все-таки оценки судей? Все-таки столько лет ты в весе был, и вдруг приходит лебзяк, и ты все-таки человек, живой человек, спортсмен, который страдает, трудится, там гоняет вес, не знаю. И вдруг приходит монстр, такой харизматический лидер, который стал еще лицом сборной, кроме того, в твоем весе. Но было, может быть, обидно по-человечески? Нет, обидно не было, потому что я где-то сам здесь виноват. Почему? Потому что я должен был в 96-м году тоже ехать на Олимпийские игры, потому что был лидером. Тогда, Дмитрий, в 95-м году я выиграл чемпионат России в Казани, и должен был в 96-м году ехать на турнир с сильнейших. К турнир с сильнейших определял уже поездку на чемпионат Европы, где я разыгрывал с путевки на Олимпийские игры. Просто у меня небольшие насторонения были, но и немного я, честно говоря, отошел от бокса, потому что у меня перерыв был год. А после этого, когда уже в 97-м году вначале я вернулся к боксу, ну и тут одновременно вернулись на Олимпийские игры, и тут уже весовая категория была вакантной, честно говоря. А ушел ты из бокса по каким? По семейным причинам? Ну, я бы не хотел на этой передаче говорить сейчас об этом, потому что это очень долго рассказывать. Ну, в общем, перерыв был, понятно. Я вот что хотел затронуть вне плана, ты об интересной теме натолкнул меня на интересную тему. Вот я знаю боксера-профессионала, и бытует такая точка зрения, что с некоторыми потенциальными соперниками они стараются не входить в близкие отношения, поскольку это мешает бою, настрою. А ты говоришь, что ты с Лебзиком и своим прямым конкурентом дружил, и это нисколько тебе не мешало в ринге. Мешало или не мешало? Вот представь себе, что против тебя выходил бы человек, которого ты недолюбливал. Было бы лучше или хуже? Нет, я в любом случае есть уважение. Даже в любом случае есть уважение, есть уважение к противнику. Какой бы там, даже ты если дружишь или не дружишь, когда ты выходишь. Потому что почему они говорят, что бокс – это искусственная игра, где два противника, состязаясь на равных, пытаются произойти у друга боксерской доблести. И то же самое и пытались сделать. Никогда нету выходишь прибить или просто показываешь мастерство в ринге. Потому что были такие моменты не только с Александром Борисовичем, были и с Михаилом Галлой. Я с многими ребятами, не со всеми, но с многими дружил. Такую историю расскажу. Это в Саратов, чемпионат России, финал. Красный угол, синий угол. Захожу переодеваться в свой угол, в красный угол. Заходит Михаил, начинает рядом со мной переодеваться. Галла. Я говорю, Миша, ты не перепутал ничего? Я говорю, твоя раздевалка там, в синем. Ну, как бы, да ладно, Жень, давай, тут все вроде. Хочешь задобрить. Но в любом случае, когда выходил в ринг, тяжело. Когда ты выходишь в ринг, все, это в стороне. Если тут уже начинается бокс. Другие уже включаются механизмы, да? Другие механизмы, да. Жень, я вот с удивлением во время передачи обнаружил, что ты еще один удивительный результат, наверное, не ведая того, продемонстрировал, выступая в ринге. Ты ведь в сборной был с 94-го года, да? В сборной команде страны с 94-го года. 94-го, стал быть, до 2008-го года, до своего ухода из бокса. Таким образом, всего в составе национальной команды ты был 14 лет. И таких боксеров, я тебе скажу, в нашем боксе, включая советский бокс, было всего двое. Александр Борисович Лебзяк, который в 89-м году, в 87-м году попал в сборную, и фактически 13 лет. То есть ты абсолютный лидер по количеству лет, проведенных в сборной, как в советском, так и в российском боксе. Ставим галочку еще. Ставлю тебя в известность. Поэтому, видите, у нас с Александром Борисовичем так много... Интересно, что мы еще обнаружим в биографии Жени сегодня. Ну, а все-таки следующий вопрос у нас будет касаться, наверное, Нижневартовской школы бокса, да, Илья? Да, вот все-таки можно ли говорить, что есть феномен Нижневартовской школы бокса, имея в виду, что есть такие два элитных суперзвездных боксера, как Евгений Макаренко, Александр Малетин, оба чемпиона мира. Или же здесь все замыкается на конкретную фигуру Василия Васильевича Вольфа? Ну, я хочу сказать, что всегда замыкается изначально на конкретную фигуру. То, что один из новоположников, один из новоположников именно бокса в Нижневартовске, это Вольф Васильевич. Тот, который все-таки дал результат высший, я думаю. Тот, результат, но сейчас и его тренера, которые работают, которых он воспитал, Максимов Сергей, еще ряд других тренеров, Махинин, Максим. Участники чемпионатов России все они, да. И то, что продолжается это дело раньше, дальше, можно сказать, что есть школа бокса, есть школа бокса именно Нижневартовская, потому что Югорская, потому что... Ну, что такое школа бокса? Стилистически чем они отличаются? Да, стилистически, поэтому, вы знаете, что мы, да, и Александр Малетин, и я, мы разные по стилям, разные по стратегии, по тактике, но каждый добился немалых результатов в боксе, да. И, по-моему, Василий Васильевич же тоже, он не ставил, не учил меня, как Т-34 Александр Малетин, да, там, меня в такой манере не учил боксировать. К каждому был индивидуальный подход, вот, чем он отличался, Вольф Васильевич. Потому что, ну, он был не то, он мне действительно как родной отец, второй отец, как... Он педагог, психолог, родители, всегда мог, всегда мог что-то подсказать, мог в трудную минуту где-то... Такие слова нужно найти, которых у тебя... Даже ситуация такая была, в 99-м году на чемпионате мира в Хьюстоне, первый бой с кубинцем выступает, счет 8-8, но по общему количеству очков отдают кубинцу. Ну, я уже... Такое у меня состояние, честно, было, ну, уже... С боксом думаешь, завязывать уже, наверное, ну, что-то не идет, вот. Он мне говорит, просто как нам не везет, так нам должны и повезти. Ну, вот, и потом, как действительно, ну, началось... Баба вернулась потом. Гайдалову не повезло тоже, там, Фидель Кастро, да? То есть отдали, вроде, сначала подняли руку Гайдалову, да? А потом вдруг Чаудри изменил решение и отдали кубинцам. Мы Тимура считаем чемпионом мира, потому что там бой... Ну, судей, судей дали туда, равный бой. Ну, мне понятно, что я болел за Тимура, мне показалось, что Тимура... Мне... Я думаю, я считаю, что Тимур выиграл, и потом вот это вот незаслуженно считали, так переиграли победу. Ну, в любом случае, хотя результаты, я так понимаю, до сих пор, как бы они не переиграны. Вот Вольф такой педантичный человек, я никогда не забуду, когда приходил в сборную. Ну, немец все-таки. Да, немец, да, Василий Васильевич Вольф. Мешок так шатается, он так идет, так... Так, стоп, подоходит, остановит мешок, так... Вот, и дальше пошел. Вот эта педантичность... Его... Как помогал сформировать процесс тренировочный? Тренировочный? Это скучно было, нудно? Или вот какая изюминка была Вольфу? Вот это еще интересно выяснить. Наоборот, помогало даже, потому что, я говорю, вот эта педантичность, да, она, во-первых, воспитывала нас не просто боксерами, но и вкладывала нас именно, как растил нас просто людей, чтобы... С внутренней дисциплины, да? С внутренней дисциплины, человеческие качества, это немаловажно, потому что ты можешь быть боксером хорошим, а человеческие качества, которые обалдаешь, да, вот, не совсем хорошие, скажем, мягко так, да? Не боксерские? Не боксеры, потому что все хорошие боксеры, да, такие все, в основном все это, состоящиеся люди хорошие, с хорошими манерами, с добрыми качествами. Ну, лучше не трогать их, конечно. Нет, это помогало, действительно, это он... Ты говоришь про сборную России, действительно, потом поговорим, действительно, коллектив, что надо, подобрался. Я хочу еще, Василий Васильевич Вольфе, делаем такой немножко длинный вопрос, да простят меня, дорогие телезрители. В 2009 году мы были вместе, пересеклись с Василием Васильевичем на чемпионате мира в Милане, и вот там я высказал какое-то удивление, что в 2007 году Василий Ломаченко написал в интервью, что он, а ему было тогда, напомню, в 2007 году 19 лет, проиграл первый бой в своей карьере за Альберту Селимову, это был 376-й бой. Я говорю, как же так могло быть? У нас, вот, например, по статистике официальной советской, больше всех боев за всю историю провел, а он закончил за 30 лет, Климанов Анатолий, 406 боев. И тут мне Вольф говорит, да что, говорит, там Климанов, у меня вот Макаренко с Малетином 500 с лишним боев провели. Я просто потрясен этим, и думал, что такого количества не может боец-любитель провести. Правда это или нет? Нет, ну, включая спарринги, наверное. И бои с тенью, да? Нет, ну, мы немного ошибся. Жень, значит, еще такой вопрос интересный, и как сейчас Вольф? Давно мы его не видели, давно не встречались, и как функционирует школа твоя? Поскольку ты сейчас уже в Тюмени вроде как живешь, занимаешься большой политикой, вот. Как Василий Васильевич и как его воспитанники? Он в порядке. Недавно он приезжал в Тюмень, в гости встречались. Воспитанники у Александра Малетин. У вас же Нижневанске две звезды на огромном глобусе, такой огромный земной шар, да? Точнее, изолоченный такой, да, в центре города, и там звезды все. Макаренко, Малетин среди них. И то, что у него все хорошо, он уже больше как консультант тренирует мальчишек. Рукой мастера, да? Воспитывает новую плеяду. Штрихи рукой у мастера. Ну, а так, конечно, он много отдал этому виду спорту, конечно. Потому что я же понимаю, сколько больше 22 года, считаю, что это с 10 лет. Начинал с 22 года, он постоянно с нами. Это постоянно, конечно, это большой труд тренерский, это большой всем тренерам, вот я говорю, единственное, низкий поклон, потому что действительно это очень большой труд, действительно сопли, извиняюсь за выражение, вот воспитать, вложить. А еще ездить с ними постоянно в сборной, вдали от дома, это же тяжелейшее совершенно испытание. Жень, вот ты и Малетин, он был у вас первым тренером от начала до конца? Да, от начала до конца. Это феноменальный результат. У нас до этого момента был рекордсмен в этом отношении Греков, который двух супербоксеров воспитал с нуля. Это Кошкина и Севко. И оказывается, вот Вольф повторил этот результат. До 10 лет. До 10 лет. Вспомним еще об одном полутяже, поскольку все-таки перечисляем твоих соперников. Позже коснемся еще новых имен, последних твоих времен в сборной. Игорь Кшинин, чемпион Европы, Волгоградец, воспитанник Черноиванова, одного из тренеров, ближайший с подвижников Хромова. Вот что можно сказать об этом боксере полутяже? Как он так успел, так сказать, завоевать золото Европы, учитывая, что и ты был, а потом Ребзяк? Нет, он постарше меня. Он на пару лет постарше меня. И когда я пришел в сборную, мне было 18 лет, в 1994 году на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Мы тогда в финале с ним боксили. Он уже был в статусе чемпиона Европы. В каком году он завоевал золото? В 1993 году. Бурса, да? В 1993 году. А, вот это вот первый хромовский старт успешный. Да, мы вместе с Малакбеком. Малакбеков тогда выиграл. Понятно, понятно. Первый успех сборной Хромова. Вот Кшинин как раз вот полутяж. Первый призыв. Да, первый призыв. Вот полутяж Кшинин вот вошел в историю как член первого состава сборной. К тому же он взял золото Европы. Как вы с ним соперничали? Ну, мы встречались с ним в финале чемпионата России. Это первый мой чемпионат России. Ну, конечно, мандраж такой невоверный был. Мужик. Я просто в журнал гонок смотрю. Я просто там у Игоря, конечно, лицо такое небритость такая легкая. Брутальный. Я думаю, бруто, я думаю, блин, ну, блин, все. Думаю, там, блин, это золото. Неужели боксер, мастер спорта СССР вдруг задумывался, какой у соперника? Россия уже. Россия. Ну, Россия, да. Нет, ну, нет, в любом случае есть определенные. Это мужики пугают. Слово мужики пугает. Потому что когда ты юниор, там, переходишь. А здесь 18 лет. Ну, а потом ты, когда, конечно, до финала дошел уже, думаешь, что я-то могу, блин, ты начинаешь в себя верить. Взрослый бокс чем отличается все-таки? Вот говорили в советские времена. Взрослый бокс отличается от, так сказать, молодежного, да, просто настолько буквально кость-кость жестче, приемы там намного более такие опасные, скрытные. Вот ты с этим столкнулся, когда попал в сборную? Ой, когда перешел уже во взрослый бокс? Ну, безусловно, конечно, там уже другой бокс. Можно показывать результаты и на уровне юноши, и на уровне юниоров. Там, когда переходишь, конечно, там уже начинается другой бокс. Но главное не потеряться, потому что у нас политика такая была, и тренерская, потому что мы еще юниорами были, но нас уже вывозили на такие турниры, на международные встречи даже, уже на взрослые турниры. Потому что, в принципе, мы это, это плавный, такой плавный переход был. Вот. И это дало определенные плоды свои. Потому что тогда у нас сборная Югры отдельно выезжала у нас своей команда, мы выезжали на международные соревнования, международные старты. И чем набирали опыт. То есть, когда мы влились в юниорскую сборную, взрослый, как бы у нас уже был багаж. Я почему, Жень, вопрос тебе задал такой? Потому что вот ты один из немногих боксеров, который застал еще соперников советской выучки, советской школы бокса. Вот что важно. Это же, в общем, такой статус был мастер спорта СССР, например, да? Кстати, о советской школе бокса. Мы вот вспомнили первый призыв, Игорь Шинина, первый призыв команды Хромова, который стал выстраивать фундамент той сборной, в которой ты был капитаном. И многие считают это великой командой. Ведь, наверное, как боксер, ты знаешь, что до 2000-х годов у нас была одна великая команда, Виктора Огуренкова, 60-х годов, сплошь составленная из звезд, фантастическая сборная. И вот неожиданно для всех Хромов Николай Дмитриевич построит такую фантастическую команду, которая повторяет феноменальные результаты середины 60-х годов и фактически сравнивается с золотой командой Виктора Огуренкова. Ты согласен с этим? Безусловно, я согласен в этом. Тем более, после Олимпиады в 2004 году мы его признали лучшим тренером по олимпийскому виду спорта. И это не случайно, потому что действительно команда, вот эта сборная была, да, золотая сборная, потому что я считаю, это и Казаков Сергей, Балакшин Григорий. Георгий. Я Григория его постоянно назову, так вы поймете мне. Свои дела. Балакшин. Поветкин. Поветкин, Ковалев Геннадий, Храчев Мурат, Малетин Александр, Саитов, Гайдарбеков, Алексеев Саша. Это, говорю, вот Гайдалов Тимур. Гоголев Андрей. Гоголев Андрей. То, что это действительно, вот такой костяк был и всегда. Павлюченков Дмитрий еще вспомнил. Павлюченков Дмитрий. Вот, и... А Хромов воспитанник был, кстати, Огуренкова, вот, но тем не менее... Преемственность определенная наблюдается. Да, была, как бы, да. Он был патриот такой сборный, и такой очень жесткий человек, когда что-то вот внедрялось извне, журналисты там, увлекались интервью или чем-то. Малобекова забыли. Римкуль Малобеков, что мы вам назвали? Нет, не назвали. С самого начала. Султан Ибрагимов, кстати, да. Султан Ибрагимов. Сейчас мы будем вспоминать тени программы, так что это... Вот, и я просто хочу сказать, что, ну, Николай Дмитрий человек такой был вот скрытный и довольно такой жесткий. А на твой взгляд, если сейчас вот спустя годы раскрыть его образ, все-таки есть возможность поговорить, ты с ним столько лет провел, вот, Хромов, понятно, что великий тренер, интуиция просто великолепная, он там удивлял многих, как он там ловил просто моменты, включал человека в сборную на турнир, и там этот человек выстрелил, боксер. Все-таки Хромов, что такое Хромов? Понятно, что такой фундамент, постамент, да, но, тем не менее, Хромов. Хромов это, ну, это, я еще раз повторюсь, говорю, это человек, который, он мог увидеть, да, разглядеть зерно именно в... Как была у него чуйка такая, все равно на спортсменов, он не ошибался, когда именно тогда именно в определении команды, как бы, именно участвовал главным тренером, вот, когда, кто, 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 потому что он отвечает, он отвечал за сборную, и он вещи всегда практически никогда не ошиблся. Ну, а Гуренкова была же свобода определенная, вот он спрашивал с тренеров, но в основном не вмешивался в работу, а Николай Дмитриевич сам мог показать удар на мешке, и, в общем, контролировал даже ход процесса, вот, как полевой тренер, это же тоже, важно отметить, вот в этом, в этом моменте не было ли каких-то конфликтов? Ну, тут, Алексей, просто, это зависит, определяется вот чем, дело в том, что Николай Дмитриевич был классный боксер, да, финалист Европы, да, очень высококлассный боец, а всем известно, что Виктор Иванович Гуренков, боксер-то был не очень сильный такой, я бы сказал, любительского уровня, поэтому он особенно и не вмешивался. Ну, я про атмосферу говорю, были ли обиды какие-то, когда, например, у тренера с боксером свой план, у Вольфа, да, с тобой, они как-то меньше подходят и коррективы вносят, эти коррективы, ну, как-то вот, кажутся, ну, неверными. Нет, тот тренерский штаб, хочу сказать, что очень был у нас, там решало все, как на вече, знаете, Черноиванов, Зубер Гаджевич, Вольф, Хромов, Черноиванов и Гришин, Гришин, Альфред. Владимир Владимирович, потому что был коллектив тренеров, потому что вот эта команда, знаете, была мощной, была, можно сказать, пирамида, потому что федерация была мощный кулак во главе с Кусейным Эдуардом Шатовичем. Поговорим еще, да. Вот, мощь. Дальше, да, дальше понятно. Тренерский штаб, медицинский штаб и спортсмены именно, все, все друг друга, везде, везде понимание было между собой. Поэтому, поэтому и был такой результат вот все эти годы. Давай результате. В Перми ты совершил подвиг, ты стал не только лучшим боксером чемпионата Европы, кубок Никифора Денисова я снимал, помню, тебя радостно с этим кубком, тебе Жечев, по-моему, вручал, да, тогда президент Европейской ассоциации боксерской. Но, кроме того, ты освободил весовую категорию, полутяжелую для Миши Галлы, который представлял Пермь, хотя он сам со старого скола боксер, насколько я понимаю, но вот он много лет уже выступал за Перми, а как в городе, где Василий Соломин, да, была легенда, и тут чемпионат Европы, ну, как Петру Павлову, вице-президенту федерации, было, ну, не рискнуть, да, не поднимать своего боксера, да. И, в общем, ты в тяжелом весе выступил впервые в своей карьере, долгали выиграть золото, но у тебя, кстати, не просто складывался турнир, потому что, я помню, первый бой ты с сербским боксером проводил, и попал в нокдаун, не помню, какой удар был, боковой или встречный, не помню. Боковой. Вот, там шведский тренер судил, такой седой, кучерявый, и все-таки... Рефери. Да, рефери. И ты рискнул, все-таки, как вот это с тобой, опиши свое впечатление от этой позиции, новой. Ну, в любом случае, понятно, что, я говорю, Петра Павлова, я очень, говорю, уважаю, как бы, потому что, действительно, они проводят все дома такой турнир, в любом случае, их должен, их не спортсмен, но представлять, в любом случае, этот субъект, Пермский край, тем более, это в городе столько людей приходило, постоянно полные трибуны были, и... И девять медалей из одиннадцати вы выиграли, кстати, из двенадцати, да? Десять из двенадцати, золотых. Девять, 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 девять. Ну, в общем, только два человека золото не завоевал бы. Ну, Ильиченков, Дмитрий, по-моему, и Гайдар, который, Гайдарбека, вылетел от Румына. Гайдарбек первый бой, единственный, без медали остался, очень жалко, но он компенсировал потом, став олимпийским чемпионом. Да, конечно, да. Так вот, как этот чемпионат сложился для тебя в тяжелом весе, все-таки объясни, это было просто для тебя, ты все-таки был мастером с большим боковым? Ну, просто было, все ребята с утра шли на зарядку, я шел в буфет, честно говоря, завтракать, потому что весил 80-80-700, потому что с утра мне приходилось еще завтракать, чтобы не перевесить. Ну, на завтрак, как обычно, все. Двойную порцию с кого-то? Ребят, там с проблем не было, потому что организация была на высшем уровне, до сих пор все вспоминают, Петро Юрьевич, конечно, огромное, его коллективу, команде, которая была, потому что на высшем уровне провела, потому что где я был на чемпионате Европы, это самая лучшая чемпионата, самая лучшая Европа была. Все так говорят. И главное, пригласили ветеранов 1963 года в Москве, чемпионат Европы, они просто с ума сошли, там отлавливали их даже, когда приходило время возвращаться уже на родину, там некоторые в лес уходили и пережидали, когда машина уедет, чтобы еще продлить там несколько дней пребывания, там просто все, там Муллис был Ричардес, и немец Чех, да, и этот самый Венгер. Яна Шкайди. Да, все, чуть ли не Ирла, этот был соперник Лагутина, шотландец, да, Уайпер. Да. Они с Григориемом Олегом Пилипином. Все плакали, когда было открытие. Вот как легенд, легенд бокса собрали, и это... Мне просто интересен другой момент. Вот ты, перейдя в тяжелый вес, до 91 килограмма, ты сколько не довешивал? Вот какой у тебя был максимальный вес на турнире? Килограмм 85-86? Да, нет, на этом турнире, на Европе именно. Нет, я же говорю, у меня 81 килограмм было. 81? То есть ты с 10 килограммовым дефицитом выиграл? 81-100. Я же объясняю, что на завтрак шел. Я разъедаться, распиваться нельзя в любом случае, потому что это не очень хорошо, потому что это мешать будет. Вот. И старался держать себя в форме и в то же время, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, а когда роста по роста позволял, но физики много не хватало. Вот. Но все-таки... Финал у тебя с кем был, Жень? Финал у меня был с украинским боксером. Не помню, как фамилия, честно говоря. После этого я его... У тебя и в Белфасте, и в Северной Арландии тоже... О Белфасте сейчас поговорим. Давай, вот, кстати, ты сказал, какой еще рекорд. Вот, пожалуйста, тебе третий рекорд от Евгения Макаренко. Я не помню ни одного боксера, который с дефицитом фактическим в 10 килограмм выиграл такой колоссальный турнир, как и важный турнир, как чемпионат Европы. Такого больше не было, наверное, в истории. Ну, вот, видишь же. Попробуем еще разговаривать. Давай о Белфасте. Это твоя первая крупная победа. Победа, после которой ты получил статус не внутри российской звезды, а звезды международного калибра. Расскажи, как у тебя складывался турнир в Белфасте. 2001 год. Я помню, как у него складывался. Хорошо складывался. Алексей присутствовал как раз. Я говорю, всегда, у меня первые поединки, у меня всегда оставались либо местные, либо сильнейшие самые противники. Я, в принципе, к тому времени, я, конечно, уже был готов. И когда Василий Васильевич зашел в комнату, перед тем, как сказать, кто когда будет боксировать, зачитать всем ребятам. Я посмотрел на его глаза и сразу понял, что я говорю, Василий Васильевич, наши? Он говорит, наши. Я говорю, все, понятно. Я начинал, главное, так еще было, знаете, я начинал первый из команды, то есть первый день в утренней программе, и из всех ребят я первый начинал. Но я говорю, на этом сборе же как раз только меня избрали ребята капитаном, и ответственность была колоссальная. Потому что я понимал, что тут как бы задают тон. Кубинцы? Ну, из Кубинцев. Да, из Кубинцев. Они 7 слабо же выиграли, да, в итоге, в общем, в зачете, по-моему? На Белфасте 5. 5, да? 5. Вот. Кенделлан там еще был, да? А скажи, Женя, руководил ты Кубинцем, я имею в виду. А, Сагара тогда, Сагара. Продолжай. Вот, и после этого получилось у меня удачно все. Первый, потому что это передача не хватит рассказать, потому что бой получился такой интересный, признан самым лучшим боем вот этого дня. Первый. Потому что, действительно, настрой у меня был очень колоссальный такой, потому что и с нокдауном даже, и туда посчитали, и туда, ну, очков 5, наверное, где-то я выиграл первый бой. Ну, а дальше уже, я уже понял, что все, победа вот, но я ее не пустили. Полетел, да? Ну, с украинцем ты, конечно, в финале разобрался. Да, встречался я во втором бою с Павлидицем, с Ильей, с Греком, вот, который, с которым мы сейчас дружим, также, он выступал, выступал с Греком, с Лазаревским. Третий бой у меня был с Рибгаджиевым. То есть, Робожанец? Нет, он дагестанец, выступал он за Белоруссию тогда. А, точно, за Белоруссию. Да, четвертый, в полуфинале я как раз боксил Джоном Дави, вот, это Авид Явна выиграл уже, вот, и в финале, в финале я выиграл Перуна. А Дави в полуфинале в Олимпиаде встречался с Лебзиком, да, по-моему, да? Кто? С Лебзиком, Дави, Дави, да. Да, Джон Дави, я вам только об этом говорили, что по этому сложный бой был, ну... Техничный боксер такой был. Ну, как большинство французов. Ну, французы, они бойцы, они доказывали не раз это, потому что это одна из таких стран, в которых бокс... Одна из уважаемых школ. Мне Белфа запомнился двумя историями, прежде чем перейду к истории с гимном. Даль, договорите сейчас, да, все нормально? Вот. Вспомню, когда Султан Ибрагимов, он там не очень удачно выступил на чемпионате мира, и он приехал в Савон туда. Это как раз уже Олимпийский бой был позади их, правильно? Да. Вот, и взгляды их пересеклись в зале, мы или в столовой были, или в зале ожидания каком-то, когда регистрация сборной еще была. И вот заходят Савон и Султан, и у них взгляды пересеклись, и все поняли, что у них еще не остыла эта ситуация, которая образовалась во время финального боя, который Савон, конечно, выиграл, стал олимпийским чемпионом, он же, по-моему, закончил карьеру. И, конечно же, вспоминается мне эпизод с флагом, когда, Жень, ты вышел. Скажем, что Андрей Гоголев тоже стал чемпионом мира в весовой категории Гайдара Гайдарбекова, 75 килограммов. Гайдар тогда не поехал, поехал Андрей и выиграл золото чемпионата мира, такой подвиг спортивный совершил. И когда пришло время исполнения гимна, прозвучал гимн, по-моему, Украины, да? Нет, тогда как раз у нас менялся... У нас Глинка звучал всегда, оформлен был мелодией Глинки, да, гимн? Да, звучал, как раз у нас произошла смена гимна на сейчас, который... Александрова, с Глинки на Александрова. На Александрова, да. И стоим, если я стой... А точно так было? Разве на Александрова смеялся в этом году? Да, конечно. Тогда вот до этого любопытное точление. Музыка Александрова, слова Михалкова. Михалков, да. Ну, в общем, и ты остался на пьедестале, Эдуард Хусаинов, как всегда, значит... Они говорят, стой, я говорю, хорошо, ребята поддержали, которые рядом, то есть и Перун, и Француз, вот. Все стояли на пьедестале. Потом во второй раз заиграл уже, я не знаю, какой-то африканский гимн заиграл. Появился президент Ирландской федерации бокса и на коленях буквально там обнимал Эдуарда Решаточа Хусаинова и просил прощения. В любом случае, нашли, и с третьего раза включается, когда в наш гимн вот эта музыка «Россия священная наша». Я говорю, просто такое, ваши мурашки идут до сих пор. Зал был тысяч семь, наверное, все встают и начинают аплодировать. Поступок, ну что же. Поэтому это... Жень, ну, да, пришло время поговорить не совсем приятные вещи. Спорт – это такая штука, где разочарования бывают и большие. Наверное, самым большим разочарованием твоей жизни стали Олимпийские игры в Афинах, поскольку ты едешь на них абсолютным фаворитом, безоговорочно, двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Все титулы выиграны вот в этом цикле. Понятно, что все рассчитывали, что ты не просто там приедешь с медалью, а выиграешь Олимпийские игры. И вдруг в третьем, по-моему, круге встреча с малоизвестным... Во втором. Во втором. Американцем Уордом, нынешней суперзвездой профессионального бокса. И ты проиграешь бой, но не это страшно. А как могло получиться, что заставило тебя изменить себе? Вот бой как-то скомкался, и ты не в свойственной для себя манере боксировал, ушел, не боксировал на дальней дистанции. Что это? Мастерство Уорда тебя втянуло в эту вот западню? Или ты сам как-то вот купился, что ли, и пошел туда, в ближний бой? Или установка такая была неверная? Что произошло? Можно я расскажу? Нет, действительно, поехал я туда не статистом, это точно. Я поехал туда за медалью. Но первый бой у меня... Я как раз еще попал на четыре боя. И первый бой я выиграл у кубинца. Считал, что это один из сильнейших боксеров был в этой весовой категории. И после этого осталось мне три боя. Второй бой уже, то есть за медаль уже дрался. И, в принципе, единственное, что молодой он был. Он нигде на турнирах до этого не увидел, мы этого соперника, американца Уорда. Вот, и, то есть, я не знал его манеру. Но, думаю, в процессе, в любом случае, в процессе несем корректировки. Но после первого раунда... Ну, понятно, что они-то готовились под меня. Они изучали меня, это непросто. Конечно, тренерский штаб хороший был. Вот. И у нас... Но сам факт, после первого раунда, когда... Ну, можно... Он есть в интернете. Первый раунд я не проиграл. Но когда я зашел, сел в ринг, мне сказали, четыре проигрываешь, у нее с ума началось много... Паника. Не паника, не умение. Не паника, не умение. Да, немного. Волнения не было. Наоборот, то, что изначально, потому что была олимпийская спокойствие. Потому что я выходил на бой, вот я как сейчас сижу, и ты немного волнуешься. Туда я выходил вообще, вот у меня олимпийская спокойствие было. Может быть, лучше было волноваться? Конечно. Я не мог себя заставить, потому что до этого я уже так себя приучил. У тебя позади была Европа в Хорватии, у тебя был Таиланд, да, 2003 год, да, у тебя все шло как по-настоящему. Я знал, за сколько надо поволноваться, скажем так, да, Миногой, чтобы ты пришел в форму, потому что это адреналин, это заставляет тебя думать, включает скорость, включает мышление и все. Вот. А тут я не мог себя перед боем заставить. Это тоже одна из причин, хотя говорят олимпийские спокойствия, но это не всегда. Не всегда полезно. И все, но так боя, хотя многие винят там тренерский штаб, да, наш там, Хрома, Вольф, там правильно подсказали вперед. Нет, была правильная установка, просто он на меня тоже не пошел, но они же, ему же тоже подсказывают. Я когда вот, даже по бою видно, то есть я остановился, когда я начал вперед бежать, начинал ошибаться, еще больше от вас. Потом я встал, я остановился, начал вызывать на себя, то есть в своей манере начал боксировать, и по счету видно даже, по интернету, но счет начал... Подтянулся. Подтянулся, но, видать, ему опять начали двигаться, и он начал убегать. Но я больше активно строил номер, больше выдергивал на себя, использовал ошибки противника, и после этого атаковал уже. Ну, и здесь, ну так бой закончился, четыре очка. Он как кошмарный сон уже до сих пор, или уже отошел ты оттавил. Ну, когда Олимпийские игры смотрю, честно говоря, это оно навсегда... С отраганием, да? Да, потому что это... Никто не ожидал, и до сих пор кажется удивительным. Да. Ну, многие говорят, ну, кто-то... ну, никто-то случайно не выиграл, это... случайно не выиграл Олимпиаду. Мы вот с Алексеем хотим рассказать как раз по этому поводу как короткую историю, вот ныне покойный, известный советский тяжеловес Петр Заев, когда мы делали фильм с Алексеем Петре Заеве... Любимец публики, да. Он вспоминал о своем бою с Теофилом Стивенсом, можно было по-разному оценивать этот бой, но в определенный Финал Олимпийских игр в Москве, да. Финал Олимпийских игр в Москве, но в определенный момент мы вдруг с удивлением с Алексеем переглянулись, обнаружили, что он чуть не плачет, Петр Заев, чуть не плачет. Прошло 20 с лишним лет. Представляешь? Ну, я чувствую, что у тебя даже эта заноза навсегда поселилась. Хотя я всегда все успокаивал, моя Олимпиада, значит, все впереди, потому что надо, главное, не останавливаться всегда, не расстраиваться. Ну, бывает, а то спорт, но в любом случае, и надо всегда находить силы, двигаться дальше, вот. Вперед, и это все. А куда двигаться-то после Олимпиады все-таки, как вообще повлияло на твою жизнь эта Олимпиада, ее результаты? Ну, к сожалению, на следующую Олимпиаду попасть не получилось, ну, и завершил, в 2008 году завершил свою карьеру. Я помню, в 2004 году сборная как раз прилетела в аэропорт, и помню всех наших, и Сашу Поветкину, который Олимпиад, и расстроен у Олега Саитова, который все-таки не на бронзу рассчитывал. Да, вот были у нас такие потери, скажем, ожидали, что... Не запланированные. Ну, были потери. С Олегом, может быть, был еще вопрос, но вот по... Все-таки он вернулся, да, после перерыва. Макаренко должен был выигрывать, да. А вот у Жени все четко было. Передняя рука, легкое движение по рингу. Мы радовались за ребят, это Поветкин, Гайдарбек, Тищенко, Алексей. Были такие неожиданности, потому что тоже Алексей, вот тоже вот кураж вот поймать. Почему кураж? Потому что мы сидим, смотрим Олимпийские деревни, когда Алексей Тищенко проигрывал 7 или 8 очков, ну, хотя скажу, побои. Другая картина была, он явно, что выигрывает бой. Ну, в любом случае, счет на табло по очкам говорил другое. И когда рассечение брови, это все, помните, да, по это самое, все снимает. И после этого вот кураж поймал, вот все бои потом уже отлично отбоксировали, тоже за Алексея порадовались. Ну, это жизнь. Как сказал Виктор Григорьевич Рыбаков, трехкратный чемпион Европы, четыре раза признавался лучшим боксером чемпионата Европы, это единственный... Тважный бронзовый призер Олимпийских... Он сказал, что ну вот, не дано, не сложилось. Есть же какие-то, вот мы называем это, загадки боксерской жизни, какие-то... Как же это вот правильно озвучить? Неизбежность какая-то все-таки вот висит... Фатальность. Фатальность неизбежность какая-то висит над карьерами ряда боксеров. Потом годы проходят, и люди говорят, слушай, а вот, наверное, все-таки это было правильно с точки зрения моей дальнейшей жизни. Иногда так оно и получается. Ну, чисто житейски. Чисто житейски, да, потому что в любом случае, так ты думаешь, почевал где-то на лаврах бы, а так ты не останавливаешься, двигаешься дальше. Ну, вот, и так же... Вы посмотрите, все ребята, вот я хочу сказать, что сейчас мы в Тюмени организовывали совместно с региональной общественной организацией «Новый поток» и поддерживали нас Антипинский нефтеперерабатывающий завод и лично Дмитрий Петрович Мазуров, президент региональной общественной организации, это... Навражный Юрий. Вот, видимо, турнир классный, удался. В Тюмени, да, матчу встреча прошла юниор в России. И приезжали, я в чему... Приезжали, я получился у меня... Это сборная Кубы, сборная России юниорская. Вот, и так же пригласил, такая цель была тоже собрать именно ребят, с которыми выступали, с которыми были сборные, чисто, чисто моя команда. Вот, и приехали, приехали, и Леонов, Саша приехал, Джамал Динов, Камиль, Малетин, Саша, Саитов Олег. Лебзяк. Лебзяк, Гайдарбеков. Рейнкуль Малахбеков приехал, да, Балакшин. Рейнкуль Малахбеков приехал, и Гайдар приехал. И Гайдар приехал, я перечислил всех, кто... И Валуев приехал. Валуев Николаевич приехал поддержать. Потому что мы же тоже, в 1994 году вместе с ним честь страны защищали еще на Игры Доброволя в Питере. Я говорю, потому что ребята все поддержали. Все состоящиеся ребята, все кто-то себя нашел. Кто замминистра спорта, да, возьмите. И Балакшин, первый заместитель министра спорта. Гоша, он тоже приехал. Гайдарбек, заместитель министра спорта. Там, кто ребята бизнесом занимаются. Все состоящиеся люди, да, поэта. Это Саитов, министр спорта. Он был недавно, сейчас много там... Ситуация остынет, да. Пока в отпуске. Ну могу поздравить, прекрасно был проведен вот этот вот вечер бокса, и мы с Алексеем комментировали. Полторы тысячи народу, именно чтобы на бойцах показывали. Поэтому здорово все было сделано. Просляция была, все прошло, именно чтобы популяризация, именно сама цель-то. Женя, я так понял, что присутствовала фестивальная составляющая этого турнира, потому что, судя по оценкам, которые были даны в тяжелых весах, как-то уравняли позиции, да, я скажу, что мы с Ильей открыли новых наших бойцов, очень неплохие ребята, Альберт Родионов, по-моему, да? Да, да. Там были ребята, которые одни показали бойцовский, но такой напор. Да, вот эти двое, Альберт Родионов и Илья Медведев очень понравились. Очень техничный бокс продемонстрировали. Вот. А главное, что вы дали возможность не только сборникам побоксировать, а еще тюменским ребятам, да, показать. Вот Илья Медведев, это и есть как раз тот парень, ну, он у нас член сборной Тюменской области по боксу, просто доверили, но он не подвел. Духовитый корень такой, да. Бойц закатил, да, по этому. Жень, вот. Ну, а Миколян, здесь мы перевернули немного, не перевернули победу, а потому что, ну, как бы... Ну, понятно, это товарищеская встреча, все понятно. Товарищеская встреча, потому что в любом случае нет. Ну, последний раунд проиграл третий, дома нельзя так боксировать, потому что сама вот и организаторы, которые, вот мы вместе, да, и с ребятами снова потока, потому что мы видим, потому что дома нельзя, он не должен так дома боксировать. Да, можно отдать, а дома давайте. Но он критично подошел к своему поражению. И мы... Ну, там была работа на ногах не очень удачная, кубинец больше двигался. Пусть работает, есть над чем работать. Да, полуфиналь отдать кубинцу, и тогда бы тогда, соответственно, уже и финал, ну... А не надо тут отдавать, как так... Давайте в завершении программы, вот после тебя, в весовой категории твоей выступали такие интересные бойцы, как Бетербиев, Михонцев... Сейчас Никита Иванов, да. Бивол, все трое уже сейчас в профессионалах, сейчас Никита Иванов. Кто тебе больше нравился из этих вот четырех? Так, и у нас кто... Михонцев, Бетербиев, Дмитрий Бивол, и сейчас вот Никита Иванов первый. Ну, я хочу сказать, что Егор Михонцев, мы с ним выступали на месте, в одном весе, на чемпионате страны, действительно, это... Он молодец. Я, одними словами, олимпийский чемпион. Мне все... Каждый, каждый достоин, каждый развивался... А с кем сложнее, с Бетербиевым был или с Михонцевым, вот стилистически? С Михонцевым интереснее было, он потому что стилистически, потому что он интересный очень боксер. Игровик такой. Он игровик, с ним... Дистанция, на дистанции работать можно было, да? Более, более, более умный бокс у него, потому что интереснее. Не просто там... Бокс же, опять же, говорю, что это не драка. Потому что надо всегда думать головой. Вот. И поэтому мне нравилось всегда с Егором боксировать больше. Ну, во-первых, спасибо большое, что пришел. И я, насколько знаю, ты хочешь фильм снять о сборной Николая Дмитриевича Хромова, о великой команде. Я работал... Вот мы работали с командой 10 лет, почти 12. У меня все архивы есть. Так что канал Боец готов посотрудничать с тобой, снять картину. Архивы есть. Все живы-здоровы. Собраться, снять, значит, картину сборной Хромова. Если Николай Дмитриевич из Турции приедет, сейчас он же сборную Турции тренирует, да, я так понимаю. Но найдем ресурс, да, пригласим и снимем. Ну и, конечно, желаем тебе по-прежнему продолжать работу в направлении своей организации, о которой ты говорил, «Новый поток». Заниматься успешной политикой во славу спорта и, конечно же, проводить матчевые встречи, потому что это удивительный случай, когда ребята могут себя проявить вот с такими соперниками, как кубинцы, накануне каких-то важных стартов. У нас, ну, меньше минуты осталось уже. И на телевизионной публике. Я в пользу случаям все-таки хочу вам подарить Тюменской областной думы подарки. Вот такие вот замечательные часы. Это во время матчевой встречи, да, Россия и Куба? Да. Они выдавались. Спасибо большое. Вот это самое. Но будете по очереди носить. Да. Жень, спасибо, что пришел. Я думаю, что мы обязательно встретимся и с другими твоими товарищами. Султаном Убрагимовым. Да и с тобой еще. Да и с тобой, думаю, еще встретимся. И, друзья, в эфире была программа «Территория бокса» с замечательным боксером, многолетним капитаном сборной России Евгением Михайловичем Макаревым, который сегодня занимается политикой и занимается организацией многих боксерских встреч. Спасибо. В эфире была «Территория бокса». Всего доброго. Всего доброго. Смотрите нас два раза в месяц. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова